Здравствуйте друзья, с вами я Саша Юлин и сегодня я хочу вам рассказать, как решить проблему с нашим с вами любимым другом смартфоном. Очень хорошо, когда он работает прекрасно, но наступает момент, когда он начинает капризничать, а именно при зарядке начинаются у нас проблемы. Ну, первая проблема, которой я коснусь, которая очевидна для многих, но все равно я остановлюсь, потому что вдруг есть пользователи, которые не понимают в чем дело. Ну, как говорится, а для продвинутых, извиняйте, послушайте тоже. Значит, ну, допустим, быстро заряжается смартфон до 100% и еще быстрее разряжается при пользовании, значит, до нуля. Ну, это, ну, для большинства понятно, что проблема связана с тем, что аккумулятору настал конец, или практически настал конец. В этом случае мы просто-напросто на китайском сайте недорогой заказываем аккумулятор. Ну, он должен быть не самый дешевый, но чуть-чуть, как говорится, подороже самого дешевого варианта. Это залог того, что он будет у вас некоторое время нормально работать. Не как оригинальный, но практически около того. Значит, поставите, забудете об этой проблеме. Но существует еще одна проблема, ради которой я вот и снял данное видео. Значит, ее решение не такое очевидное. Значит, проявляется она как? Очень долгая зарядка. Зарядка иногда прекращается сама по себе. Иногда начинает моргать у нас красный светодиод. Значит, начинает пищать телефон. Значит, или ставим, например, 20% вечером, утром тоже 20%. Что такое? Значит, что делают люди? Идут, ну, в мастерской говорят, меняйте гнездо. Вот это вот разболталось, ну, от того, что мы постоянно включаем-выключаем. Вот в это гнездо контактики слабенькие-маленькие. Разбалтывается, значит, ну, нам меняют это гнездо. И очень часто эти вот паечки, сделанные в наших мастерских, отваливаются. И потом уже мы с вами наш смартфон выкидываем. Вот. Эту проблему можно решить и дома абсолютно бесплатно. Значит, показываю, как это делается. Для решения этой проблемы нам потребуются ножницы. Нам потребуется отвертка. И нам потребуется наждачная бумага номер 2500. Это самая мелкая наждачная бумага. Именно 2500. Пожалуйста, не экспериментируйте. Купите, разоритесь на бумажку 2500. Значит, что мы делаем? Мы с помощью ножниц отрезаем вот такую узенькую полосочку бумаги. Значит, по ширине, как жалоотвертки. Смотрите, длина должна быть вот такая, где-то около сантиметра 3-4. Значит, что мы делаем? Складываем ее напополам и вот так вот к отвертке. Вот так вот делаем. Значит, смартфон необходимо выключить. Дело в том, что отвертка металлическая. Вот она. Ну, она подходит. Почему я взял отвертку? Она подходит по ширине, вот к этому гнездышку. Но она имеет недостаток, что если вдруг соскочит бумага, и вы замкнете контакты на включенном смартфоне, то более современные модели, некоторые, выдают на USB разъем питание. Старые смартфоны нет. Они только потребляют питание с USB разъема. А более современные, если нет питания у нас внешнего, они сами, смартфоны, выдают питание на USB для питания внешних устройств. То есть мышку можно подключать и так далее. Поэтому на всякий случай выключите. Смотрите. Дальше. Вот этот вот, значит, импровизированный, значит, агрегат, как это устройство, мы должны, значит, вот аккуратненько засунуть вот в дырку вот этого вот разъема. Смотрите. Контакты находятся, значит, они на плоскость контактов, которых мы будем чистить, как вы поняли, да, она находится вот по центру разъема и направлено, контакты, к более узкой стороне. Поэтому мы вставляем нашу, нашу с вами отвертку с наждачкой, значит, к более узкой стороне, вот в эту дырочку, да, и совершаем раз, два, три движения, значит, немножко поддавливая к более широкой стороне разъема. Значит, при этом вы увидите, значит, не больше трех движений, потому что контакты очень нежные, их очень легко можно повредить. И мы увидим на нашей с вами наждачке, если внимательно посмотреть, следы от четырех наших контактов, то есть грязь, которая останется на наждачке от четырех этих контактов. Значит, сделали, отложили отверточку и включаем, тестим наш с вами смартфончик, да. Если ситуация немножко улучшилась, но все равно продолжает оставаться, ну, не очень хорошей, то есть все равно сбоит, все равно заряжается долго, повторите, значит, но вполне возможно, что первого раза вполне хватит, и наш с вами смартфон начнет работать прекрасно. То есть, таким образом мы чистим контакты, но их не уграбляем, скажем так. Вот, то есть, еще раз, значит, обязательно выключить смартфон, обязательно самая мелкая наждачная бумага 2500, и, в принципе, можно пользоваться металлической отверткой аккуратненько, вот, поддавливая ее к широкой стороне, значит, разъема, и буквально двигая на миллиметр внутрь-наружу, внутрь-наружу, три раза, запомните, вот. И наш с вами смартфон, значит, независимо от модели, значит, скорее всего, начнет заряжаться нормально. С вами был Саша Юлин, смотрите мой канал, у меня очень много интересных видео, значит, какие-то вещи, которые, ну, в общем-то, если не думать о них, так очень сложно додуматься, вот. Пожалуйста, ставим лайки, подписываемся, это для меня очень важно, потому что тогда есть смысл снимать дальнейшие видео. Значит, с вами был Саша Юлин, до свидания, до новых встреч. Саша Юлин, до новых встреч.